Я хотел сегодня поговорить на тему, которая связана с нашим духовным развитием и почему оно может идти быстро или медленно, насколько это всё зависит от нашей квалификации. И поэтому я выбрал один отрывок из «Нектара преданности». Мы прочитаем сегодня. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, прочитаем из Бхагти Расамрита Синдху. Глава называется «Кто может заниматься преданным служением?» Не всю, а несколько абзацев. Общение с махатмами, великими душами, целиком поглощенными преданным служением Господу, помогает человеку до некоторой степени ощутить привлекательность Шри Кришны. При этом он может оставаться очень привязанным к кармической деятельности и материальному чувственному наслаждению и не быть готовым к разным формам отречения. Однако, если такой человек имеет укоренившуюся привязанность к Кришне, это делает его подходящим кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. Привязанность к сознанию Кришны, которую закладывает в человеке общение с чистыми преданными, это признак великой удачи. Госпочитание также подтверждает, что семя преданного служения по милости истинного духовного учителя и Кришны достается только самым удачливым людям. В этой связи можно привести слова Господа Кришны из 11-й песни Шимадбхагавата 11.28, где он говорит, «Дорогой Удгава, привязаться ко мне может только тот, на чью долю выпала редкая удача». И даже если он не до конца избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды. Преданных можно разделить на три класса. Преданному первого или высшего класса присущи следующие черты. Он в совершенстве знает все основные писания и может умело приводить доводы, основанные на них. Он способен блестяще представить выводы писаний, сообразуясь с обстоятельствами и убедительно обосновывать методы преданного служения в конкретной ситуации. Он глубоко убежден, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного любовного служения Кришне и знает, что Кришна – единственный объект поклонения любви. К преданным первого класса относятся те, кто прошел обучение у истинного духовного учителя, неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, искренне повиновался ему в соответствии с указаниями Бога Откровенных Писаний. Такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем, и его считают преданным высшего класса. Преданный такого ранга никогда не нарушает принципы, установленные высшими авторитетами, и непоколебимо верит в Писание, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств. Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и доказательства, основанные на Бога Откровенных Писаниях. Преданный высшего класса равнодушен к умозрительным философским рассуждениям, на которые смотрит, как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря, предным высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в истинности пути преданного служения. Предного второго класса отличают следующие признаки. Он не всегда может убедительно отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами из Бога Откровенных Писаний, но непоколебимо верит в свою цель. Иначе говоря, преданный второго класса твердо верит в метод преданного служения Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение, не сумев привести необходимый аргумент и подкрепить свою позицию выводами Бога Откровенных Писаний. Но даже это не способно поколебать его внутренней уверенности и правильности своего выбора Кришны как высшего объекта поклонения. Неофит, то есть преданный третьего класса, это тот, кто еще недостаточно тверд в своей вере, в то же время не признает выводов и в то же время не признает выводов Бога Откровенных Писаний. Вера неофита может быть поколеблена чьими-то сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго класса, который также не способен приводить доводы и доказательства из Бога Откровенных Писаний, но тем не менее твердо верит в свою цель, неофит лишен такой веры, поэтому его называют преданным неофитом. Более детальная классификация преданных неофитов содержится в Бхагавадгите. Там говорится о четырех типах людей, приступающих к преданному служению, попавших в беду, нуждающихся в деньгах, любознательных и мудрых, которые обращаются к Богу, движимые желанием обрести то, чего им недостает. Они приходят в места, где поклоняются Богу и молят Его облегчить их материальные страдания, улучшить экономическое положение и удовлетворить любопытство. Мудрого человека, который осознал только величие Бога, также причисляют к неофитам. Такие неофиты могут достичь уровня преданного, второго или даже первого класса, если будут общаться с чистыми преданными. Омагьяна-тимиранда-сья гьянанджана-шалакая чак-шурун-мелитамина-тасмай-шри-гураве-намаха Шри Чайтанья-маноби-штам-стапитамена-буталей Свойам-рупа-кадамахям-дадатисва-падантикан Ванча-калпатарубьяш-ча-крипасин-гупья-эвача Патита-нам-павани-бхёв-вайшна-вибхёв-намона-маха Чая-шри-кришна-чайтанья-праву-нитянанда Шри-адвайта-гадат-хара-шрива-садигаура-бхакта-вринда Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна-кришна, Харе-харе Харе-рама, Харе-рама, Рама-рама, Харе-харе Итак, тема, которую я выбрал, показалась мне очень важной В связи с тем, что часто люди на начальном этапе духовной жизни Не совсем отдают себе отчёт То, чем именно они занимаются, чем они должны заниматься И какие симптомы должны сопровождать процесс правильного развития А если этих симптомов нет, то что это значит? То есть это своего рода определённая самодиагностика даже Которая важна для того, чтобы вовремя какие-то определённые коррекции В своём сознании проделывать или искать какого-то общения Какого-то благотворного влияния, которое может нам помочь Итак, в чём особенность той практики, которой мы занимаемся? Можно сказать чисто внешне, что это какая-то одна из религий Люди поклоняются Богу, они поют в храме, какие-то ритуалы совершают и так далее И это такая форма религии Много разных других религий, которые как-то по-своему всё это делают То есть можно не увидеть в этом ничего такого особенного Кроме какой-то, может быть, чисто внешней экзотики, каких-то внешних отличий Но нектар преданности описывает некоторые тонкие моменты Мы говорим, что мы занимаемся бхакти, преданным служением Термин достаточно уже распространённый Но есть, как выясняется, бхакти в разных её, так сказать, видах с какими-то материальными примесями В частности, вот здесь мы прочитали, где Шила Прабхупада ссылается на седьмую главу Бхагавадгиты Познание Абсолюта И там перечисляются эти четыре типа сукрити, благочестивых людей, которые служат Кришне Но, тем не менее, нектар преданности их причисляет к бхактам-неофитам Которые не квалифицированы для чистого преданного служения То есть четко проводится различие между преданным служением бхакти и чистым преданным служением То есть термин бхакти является очень широким Поклонение Богу с какой-то преданностью, с любовью Но, чем отличается чистая бхакти от нечистой бхакти? То есть есть термины, с которыми тоже наверняка знакомы Уттама бхакти обозначает высшая форма бхакти Иногда говорят шудга бхакти, значит чистая бхакти Иногда говорят амала бхакти, то есть без примесей Мало это примесей, а амала, значит примесей нет Итак, амала бхакти, шудга бхакти, уттама бхакти Это разные термины, которые показывают на какую-то особую форму бхакти То есть в целом можно сказать, что любой верующий человек, поклоняющийся Богу в любой традиции, он является бхактой, преданным Богу. У него какая-то сила привела его к Богу. Вот он выражает почтение, какие-то молитвы возносит. Но уттама бхакти, то, что является темой, допустим, нектара преданности бхакти Расамрита Синху, это особая форма поклонения, которая обозначает, что у этой формы бхакти нет никаких примесей. А какие бывают примеси, как раз тут Бхагавадгита и говорит, что те, кто в беде, те, кто в нужде, жаждущие богатства, ищущие абсолютную истину. Среди этих четырех категорий Кришна особо выделяет четвертую категорию, гьяни, те, кто ищут абсолютную истину. А он говорит, что из них получаются наилучшие преданные. Почему? Потому что в их сердце меньше всего материальных привязанностей. Они не думают, что это беда, нужда, любопытство, это как бы такие вещи более-менее изгунной страсти и невежества. И тем не менее, даже вот эти гьяни, четвертая категория, люди, ищущие абсолютную истину, они не попадают в категорию уттама бхакти. Почему? Потому что когда они эту абсолютную истину познают, неизвестно еще, что с ней будут делать. Понимаете? Потому что к такому познанию абсолютной истины может примешаться гьяна-мишра. То есть, допустим, если первые две категории, те, кто в беде, те, кто в нужде, у них есть примесь кармы. То есть они что-то материального хотят. Карма-миша. Две вторые категории, вернее, не две вторые, а третья и четвертая, те, кто джигьясу, любопытные, и гьяни, пытающиеся понять абсолют, у них больше тенденция к гьяна-мишра-бхакти, то есть стремлению к освобождению. Но какие-то мишра обязательно есть. А раз это есть мишра, значит, это уже не амала-бхакти, то есть это уже не чистое преданное служение. То есть должно быть очень четкое понимание, что есть бхакти, то есть в целом обращение к Богу, в том числе включая материальные мотивы. И чистое преданное служение. Так вот, нектар преданности, описывая чистое преданное служение, говорит, что у него есть симптомы. И он описывает чистое преданное служение в трех фазах. Саддана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти. И вот он говорит, что у каждого этого уровня бхакти есть свои признаки. По два признака на каждый уровень бхакти. И вот когда человек практикует чистое преданное служение, не просто преданное служение, а именно уттама-бхакти, на уровне садданы, то наблюдается вот эти два признака, которые обозначают клеш огни и шубхада. Клеш огни обозначает освобождение от страданий, а шубхада обозначает развитие в человеке благоприятных качеств. Ну, что с ним, как говорится, приятно пообщаться. То есть то, что Шрила Прабхупада говорил, как вы узнаете чистого преданного, он говорит, что он настоящий джентльмен, шубхада. То есть в нем все наилучшие качества человеческие представлены. Вот почему? Говорится, что когда в... Есть такая глава, пятая песня Шимад Бхагавата, называется «Молитвы обитателей Джамбудвипы». И там, значит, одна молитва гласит, что люди, которые занимаются чистым, презным сужением, в их тело входят все полубоги. И поэтому они проявляют все наилучшие качества полубогов. Вот. Итак, значит, уттама бхакти сопровождается, даже на самом ее начальном этапе, на уровне садана бхакти, сопровождается вот этими двумя признаками. То есть у человека отсутствуют страдания, они уходят достаточно быстро, и вот это вот развитие всех благоприятных качеств. Теперь возникает вопрос. Если человек практикует преданное служение, и вот эти вот два признака, клеша гни, шуб хада, не особо наблюдаемы, что это обозначает? Это обозначает, что, практикуя бхакти, он не практикует уттама бхакти. То есть он остается в сфере преданного служения, он остается в сфере бхакти, но его бхакти не является чистой. И поэтому вот эти вот два симптома, клеша гни и шуб хада, они, если проявляются, то в какой-то минимальной степени, небольшой степени. Вот. Или, допустим, мы знаем известный тоже стих из Шимат Бхагава, там первой песни, где там говорится, что, значит, То есть, когда человек занимается преданным служением, то в его сердце быстро развивается беспричинное знание и отрешенность от материального. Быстро. Ашу, ашу, значит, быстро. Что такое быстро, конечно, трудно сказать. Три дня или три года, я не знаю. Ну, в общем, как-то относительно быстро. И если мы не чувствуем, что в нашем сердце быстро развивается отречение, значит, опять же, это все имеет отношение к тому, что наша бхакти не является чистой. Если она не является чистой, то тут возможны два варианта. Либо карма мишра бхакти, либо гьяна мишра бхакти. В процентном соотношении куда чаще встречается, конечно, карма мишра бхакти. То есть, людей с материальным желанием куда больше, чем людей, которые хотят достичь освобождения. Очевидно. Итак, получается, что человек практикует бхакти, но его бхакти не является амала, чистая, но не является уттама, высшей формой бхакти. Вот поэтому у него остаются какие-то страдания, по-прежнему клеши остаются. И по-прежнему у него, может быть, не очень хорошо развиты эти вот качества возвышенные. То есть, достаточно распространенное явление, такой преданный новичок. Вот мы читали три категории. Каништха Атхикари, который вроде бы, так сказать, преданный, но вот у него много каких-то таких вот привязанностей. Его преданность Богу, она такая вот, неустойчивая. Каништха. Каништха, да? Вот. И это сопровождается таким интересным симптомом, как я его для себя называю, такой симптом ностальгии в духовной жизни. Это что обозначает? Допустим, человеку надоела жизнь в какой-то стране, не очень комфортной, не будем называть имена. И он решил в какую-то страну более комфортную перебраться. И вот он перебирается из менее комфортной страны в более комфортную страну. Но по наблюдениям, иммигранты, они крайне редко полностью ассимилируются, то есть, становятся такими же, как местное население. Они точно будут знать язык хуже, у них другие традиции, привычки и так далее. И даже там, где они живут, какие-нибудь иммигрантские районы, да, они там устраивают подобие той реальности, от которой они сбежали. Вот, допустим, если приехать в Нью-Йорк, то там вот этот какой-нибудь Брайтон-Бич, вот этот русский такой район Нью-Йорка, там даже не поймешь, что ты в Нью-Йорке находишься. Потому что все по-русски написано, все написано, и все говорят вокруг одни, даже архитектура такая же, все абсолютно. Вот, то есть, возникает вопрос. Зачем человек, уехавший из одной страны в другую страну, из худшей в лучшую, продолжает в этой лучшей реальности придерживаться традиции и той реальности, от которой он ушел? То есть, зачем ему вот эта вот русская бхава, допустим, в американском Нью-Йорке? Если Америка это лучшая страна, с материнальной точки зрения, чем Россия, допустим, мы предполагаем так, да, вот, то возникает вопрос, почему же тогда у человека, переехавшего в лучшую страну, остается ностальгия по той реальности, из которой он сбежал? Кажется, нелогично, да? Если ты скучаешь по этому, ну и возвращайся и живи в этом, нет, я хочу жить здесь, но часто думать о том, понимаете? Вот это вот, как бы такой синдром иммигранта, да, вот, который уехал в другую реальность, но вот какая-то у него остается очень крепкая связь с этим прошлым. Вот, и поэтому он, даже живя в другой реальности, привносит в нее привычки своего прошлого. В связи с чем я эту аналогию привожу? А в связи с тем, что мы узнали, что духовная жизнь, духовный мир, это лучше, чем материальный. То есть мы, как бы, так сказать, кандидаты, не знаю, там, какая не грин-карта, а какая там у Кришны, может, какая-нибудь синяя карта, да, в общем, короче, мы все стоим в очередь, вот, это самое, на иммиграцию, да, вот. Нет, я все время путаюсь, если я из России, я буду куда-нибудь, значит, я буду эмигрант, а если я уже туда приехал, значит, я буду иммигрант, да, иммигрант – это въехавший внутрь, а эмигрант – это уехавший из, да. Итак, я эмигрант, если я уезжаю, значит, по отношению к той стране, в которой я уезжаю, я иммигрант по отношению к той стране, в которой я нахожусь, в которую я въехал, да. Итак, смотрите, мы стоим в очереди, духовный мир, но не секрет, что у преданных вот этого уровня, конечно, хатхикари, часто сохраняется вот эта вот ностальгия по материальной жизни, да, связь. Почему она возникает? Потому что полностью духовные вкусы не проявлены, и поэтому за одними вкусами мы в один магазин, за другими вкусами в другой магазин. Вот, то есть, и с Кришной мы в полной мере им всё получить на уровне начального преданного служения не способны, и поэтому мы обращаемся также к материальной реальности. То есть, вот этот вот синдром ностальгии, он связан со вкусами, какие-то вкусы, которых русский человек в той же Америке найти не может. Он там может много чего найти, но вот какого-то особого, какой-то вот бха в этом, да, вот какой-то там славянской, от которой он уехал, он её там не найдёт, потому что там люди с другим мышлением. То есть, он не ассимилируется, он не становится 100% американцем, более того, он даже и не хочет этого, понимаете? Он даже и не хочет этого. Именно по этой причине они все селятся в каких-то вот районах, где вот такие же, понимаете? Вот с таким вот настроением. Итак, что мы наблюдаем, почему так происходит? В Бхакти Расамрита Синху Рупа Госвами описывает квалификацию человека, который может заниматься не просто бхакти, а уттама бхакти, это чистая преданность. И этих признаков, вернее, этих условий, их два. Первое условие, как квалификация для занятий чистым преданным служением, это вера в бхакти-шастры и вера вот в эти идеи, что чистая преданность – это действительно реальная высшая цель жизни, достижение которой решает все остальные вопросы. Это вот первая вера, да, во все эти вещи. Она связана с духовной реальностью. А второй элемент квалификации, он связан с материальной реальностью. То есть, поскольку жива – это пограничная энергия, то есть она между материей и духом, то первая квалификация – это вера в духовную реальность и в то, что вот чисто преданное служение – это вот высшая ценность. А вторая квалификация – это ее отношение к материальной энергии. И она проявляется в том, что у человека должна быть не сильная привязанность к материальному миру. То, что ее не будет совсем, это так вопрос даже не стоит. Она должна быть не сильная. И вот теперь начинается самое интересное. Где вот этот момент дозировки или пропорции? То есть, допустим, у меня есть вера в бхакти-шастры, да? Я верю в священные писания, которые прославляют бхакти, которые прославляют Кришну, процесс преданного служения. То есть, для меня духовная реальность, вот она не вызывает никаких сомнений. Я понимаю, что это действительно высшая достойная цель. Итак, у меня может быть вера. То есть, одна квалификация есть, да? По отношению к духовной реальности. Теперь вторая квалификация. Насколько я сильно или не сильно привязан к материальной реальности? Причем, интересно говорится, что должна быть не сильная привязанность к материи и не слишком сильная отрешенность. Почему не слишком сильная отрешенность? Слишком сильная отрешенность и есть тенденция к имперсонализму. Неспособность задействовать материальную ситуацию в служении. Сильная привязанность к материи – это плохо. Это делает человека карма-мишра-бхактой. То есть, преданным, но с сильными материальными привязанностями. Слишком сильная отрешенность делает его гьяна-мишрой-бхактой. Поэтому вот такая тонкая-тонкая граница, что это должна быть не слишком сильная привязанность, не слишком сильная отрешенность. И вот это вот дает квалификацию человеку жить в материальном мире, использовать это служение Кришне, но не быть к этому привязанным. То есть то, что Рупа Госвами называл этим термином юкта-вайраги. Она сактайся вишаям, ядхархаму паюнджадага, мирбанхи Кришна самбанхе, юкта-вайраги учатэ. Что когда человек не слишком сильно привязан к материальному миру, может использовать все, связывать все с Кришной, тогда в его сердце вот эта вот естественная нирбанха, то есть вот эта вот отрешенность присутствия. То есть очень такой тонкий момент. И получается так, что если у меня есть вера в бхакти-шастру, эту высшую цель, то есть квалификация по отношению к духовной реальности у меня есть вера, она берется, здесь пропадает, от общения с великими душами. То есть вот они могут в сердце человека вот эту вот как бы вживить, дать такую прививку ему сделать, что он чувствует эту, начал привязанность к Кришне чувствовать. Но если при этом вот эта вторая квалификация, привязанность к материальной энергии будет чуть-чуть больше, чем нужно, значит его бхакти будет нечистым, карма-мишра-бхакти. Если привязанность, эта отрешенность будет слишком сильной, это сделается скорее всего гьяна-мишра-бхакти. То есть мы видим, что это такое, что-то очень-очень тонкое, очень-очень тонкое. И вот в этой сфере как раз лежит квалификация, понимаете. То есть мы видим таких людей порой преданные, полностью отрешенные во что-то такое. То есть он ничего, он там непонятно что, у него там носки разного цвета или еще что-нибудь, он бхакти такой вообще отрешенный, да. Но он, как правило, не будет активным в преданном служении, потому что элемент гьяна-мишра присутствует. Другой человек вроде бы он активен, но подумаешь так, а почему он активен? И выясняется, что ему чего-то у Кришны надо, какой-то список у него томить из разных пунктов. Он вроде бы активен, но активность его вызвана не преданностью, а материальными желаниями. Вот поэтому он активен. И активность, которая вызвана исключительно правильной мотивацией удовлетворения Кришны, это достаточно редкая вещь, как вот эта вот тонкая, вот эта вот грань квалификации по отношению к материальной энергии. Понимаете? Вот, и именно по этой причине, если у человека не развивается вот эта вот сильная привязанность Кришны, из-за привязанности к материи, все, его преданное служение попадает в категорию карма-мишра-бхакти. И там в шастрах приводятся примеры, что это может быть какой-то вот, кто там, Дро Махарадж, да, который хотел богатства, да, или этот слонга-джендра, который попал в беду, и вот, значит, в беде, когда этот крокодил вцепился ему в ногу, он там уже из последних сил в молитве обращается к Господу, Господи, спаси меня от всех этих страданий и так далее. И эти вот, они относятся все к категориям бакт-неофит, которые не квалифицированы выполнять чистое преданное служение. То есть их преданное служение с мишрой, с примесью какой-то определенной, да. Вот, и, соответственно, мы можем себя попытаться вот на этой шкале увидеть, да, где мы, что мы. И если мы не испытываем, мы чувствуем, по-прежнему какие-то материальные страдания у нас есть, да, или мы чувствуем, у нас не хватает каких-то этих вот качеств хороших, да, поведенческих, очары, да, такой, вот, то это обозначает, что мы не практикуем уттама-бхакти. То есть мы практикуем бхакти, смешанную с какими-то материальными желаниями. Что без сомнения лучше, чем ничего, вот, но мы должны понимать последствия этого. То есть до тех пор, пока человек не станет уттама-бхактой, он не может попасть в этот эзотерический круг Кришны, там, где вот эти вот высшие расы проявлены. Он может попасть в духовный мир, без проблем, получить там одну из четырех форм освобождения, на той же планете, та же форма, Самипи, Солокия, Сарупия, Саршти, да, иметь такие же богатства и так далее. Он может знать Кришну, он может, так сказать, благоговеть перед Ним там издалека и так далее. Вот, но это где-то будет вот на уровне Шантарасы, примерно так. То есть это вот лучшее, чего он может достичь, практикуя вот такие вещи. Он-то может в комфорте жить, все хорошо, замечательно. Это не райские планеты, это духовный мир, это состояние освобождения. Но степень приближения его к Кришне, она будет такая, весьма удаленная. Если это его устраивает, нет проблем. Если же он хочет вот этот вот эзотерический круг, прямо вот там с Кришной, да, непосредственно, извините, требуется переход на уровень уттама-бхактой. То есть это обозначает, что все вот эти вот мишеры, примеси и так далее, они должны уйти. Вот, и возникает вопрос, как, да, человек говорит, ну вот что я могу с тобой поделать? Я вот чувствую, что у меня есть какие-то материальные желания, которые как вот, не знаю, как вот якоря какие-то. Вот они меня, вот, или какие-то там, не знаю, у меня там ноги такие вот свинцовые, что я вот поднять, как вот в болоте в каком-то я застрял. Вот я стою, смотрю в направлении Кришны, смотрю в направлении Кришны. Но идти не могу, потому что ноги мои вот увязли в этом болоте. Я в правильном направлении мыслю, я говорю, Кришна, Кришна, а он говорит, ну иди ко мне. А я говорю, эх, не могу, ноги мои увязли, да, вот я в этом болоте нахожусь. Вот, то есть это обозначает, что человек вот этой вот квалификации, ему не хватает квалификации. Теперь возникает вопрос, что с этим делать. И кроме вот этих вот двух формулей, двух аспектов квалификации, вера в эти идеи чистой преданности и не слишком сильная привязанность, слишком сильная отрешенность от материи, кроме этого есть еще один момент, очень важный и, пожалуй, наверное, ключевой, который и может позволить нам решить все проблемы. Это квалификация для Рогануга Бхакти. Потому что, смотрите, чем отличается Вайди Бхакти от Рогануги Бхакти? Вайди Бхакти, ну мы знаем, что кроме того, что это служение по правилам определенным, да, это больше уровень Вайкунхи. Вот, то есть Вайди Бхакти не пускает, оно поднимает человека до уровня Вайкунхи, может быть, даже выше, но оно не позволяет ему пройти вот этот самый эзотерический круг вот этих вот высших рас, Мадхурия, Вацалия, Сакхи, не позволяет туда пройти. То есть это максимум Шанта, Дасия, может быть, в какой-то степени, в небольшой. Вот, подарите Кришне цветок, да, ну, что вам, сложно, что ли? Не такое уж прямо там какое-то суперпреданное служение, которое там Атишода или Гопи там, или друзья делают, пастушки. Окей, вот, то есть получается вот такая вот интересная вещь, что преданное служение может дать человеку вот это вот освобождение, но чтобы войти вот этот вот эзотерический круг трех высших рас, Мадхурия, Вацалия, Сакхи, да, дружба, родительские отношения, супружеские отношения, для этого Бхакти должна обладать качеством Уттама или Амала, да, чисто без всех этих разных примесей. Если человек говорит, ну, вот я хочу Кришну, ну, вот я чувствую сильный, что мне делать? Да, я сам как бы, сам эту квалификацию, ну, не могу повысить, требуется что-то еще, да, как вот, допустим, Дхрува, да, тот же, вот он считается этим Бхактой и Неофитом на своем начальном этапе, который не квалифицирован для чистого преданного служения. До какого момента он был не квалифицирован? До момента, когда вот он сам с этой мотивацией своей пришел в лес, хочу царство большее, чем царство своего деда, а дед у него Брахма. Вот, и так, значит, он, или, нет, Брахма, прадед, наверное, можно сказать, ошибся, скорее всего, прадед, да. Ну, в общем, у Дхрува были амбиции больше, чем царство Брахма получить. Вот это не слабое желание, так сказать, в этом материале. Мирион его получил в конце, он получил еще это дипу, Дхрувалок, вот эту вот полярную звезду. Вот, но, когда он увидел Верховного Господа, вот тут уже произошло кое-что, что мы называем милостью Бога, да. Он, ну, отцепенел от этого зрелища, и Вишну своей раковиной коснулся его лба, вот, и Дхрува заговорил, из него эти молитвы себе полялись, да, что он получил милость особую. Вот эта вот милость направилась в его красноречии и в понимании, что он стал говорить, эх, какой я был дурак, да, что вот я хотел того, а вот увидев тебя, я понял, что все это было глупо. То есть он перешел в другую категорию, собственно говоря, избавился от этой вот мотивации, да, вот, когда пришел какой-то вот этот вот момент милости. И когда мы говорим о Вайди-бхакти и Рогануга-бхакти, то квалификация для Рогануги является, может быть, даже не столько вот эта вот привязанность или отрешенность по отношению к материальной природе, сколько, так называемая, жадность, вот эта вот форма духовной жадности, лаулем называется. И вот эта вот жадность, то есть интенсивное желание достичь Кришны, это плод правильной садханы, то есть, как вот, говорится, Кришна говорит, следу регулирующим принципом бхакти-йоги, так ты развешься тебе желание достичь меня. Это вот повышающееся желание достичь Кришны, вот это и есть плод правильной садханы бхактины. И мы это можем получить вследствие саддана-бхакти, можем это получить просто вследствие какого-то общения. Один человек вчера, наверное, Денис уже подчистил там комментарий этот, вот, значит, что-то было, не помню в какой лекции, там какой-то он комментарий написал, что типа бесполезно там все эти круги джапы, бесполезно все эти книги читать, потому что Прабхупада сказал в какой-то там лекции, что, значит, вот пыль с лотосных стоп, пока человек не получит пыль с лотосных стоп великого Вайшнава, Кришну он не осознает. Поэтому бесполезны все эти круги, все эти книги, вот нужно пыль со стоп. Я ему там сначала хотел что-то написать там коротко, что-то ответил, а потом, значит, хотел более подробно, но потом смотрю уже кто-то самого этого, так сказать, пользователя куда-то его отправил, там в какой-то бан, не знаю. А ответ я планировал такой, что, значит, человек говорит какие-то вещи из лекции Прабхупады, все авторитетно, да, что без пыли с лотосных стоп чистого, преданного мы не можем осознать Кришну. Поэтому бесполезно читать книги, воспевать Святое Имя там в каких-то количествах круга. Я говорю, уважаемый, мы воспеваем Святое Имя и читаем книги, потому что тот же Шрилу Прабхупада об этом сказал. Поэтому нет смысла противопоставлять Шрилу Прабхупаду, Шриле Прабхупаде. Одни его наставления, другим выставлениям, да. Потому что в противном случае зачем было выпускать книги там, гонять людей на харинамы по 8 часов, можно было просто наладить простое производство. Пакетики, и в пакетике пыль, значит, со стоп Шрилы Прабхупады, и всем раздавать, и куда проще, да. Печатать не надо, BBT там все эти, там редакторы, корректоры там все эти, книги там эти печатаются, бумага типа графская краска, туда-сюда носить, куда проще, да. Маленький пакетик целлофановый, там какой-нибудь логотип красивенький, да, с чем-нибудь там, что-нибудь такое, там, пыль со стоп, ну как-нибудь обыграть там, да, все это дело. Да, чара на рену. Чара на это стоп, а рену это пыль. Чара на рену, вот. У нас будет такая фирма, называется Чара на рену. Мы производим пыль со стоп, вот. И эту пыль со стоп мы всем распространяем, говорим, вообще, делов-то, дело в шляпе. Берешь пакетик, открываешь, высыпаешься на лысину, размазываешь, так сказать, для пущей уверенности, если у вас там конь шевелюра серьезная, вот, и все. И вы осознаете Кришну, ох, сразу сознание так и все. Пыль со стоп чистого преданного получили, и сознание Кришны прям пошло у вас светиться, вы аж как это засветили со всех сторон, да. А потом уже можете святое имя повторять, можете книжки читать, да. То есть, так я хотел примерно этому человеку ответить, но куда-то он делся. Ну, ладно, неважно, может, он сам передумал. Да, ну, ладно, Бог с ним. Вот, ну, смысл в том, что это совершенно верное утверждение, что пока человек не получит пыль со стоп великого преданного, он не сможет полностью знать Кришну. Но вопрос, что это практически значит? То есть, вот реально бегать за чистым преданным, хватать его за стопы, да, и вот пыль эту себе вот так вот, да. Многие ученики Прабхупады, ученики Прабхупады, прямые ученики Прабхупады никогда не видели Прабхупаду. Они получили инициацию заочно. Им даже четкие начитывали и имена выбирали старшие ученики Прабхупады. Последние там где-то пару лет пребывания Прабхупады на этой земле, он уполномочил своих старших учеников, он говорит, что вы мне присылаете там какой-то там, ну, что вот, какие-то такие-то люди, и вы от моего имени начитываете четки, Прабхупады даже в руках эти четки не держал, и вы им даете имена от моего имени. Я занят важными делами, я книги перевожу Акришну, понимаете? Вот, то есть, многие преданные, которые получали посвящение, особенно в последние годы, не все, конечно, там, кто-то там, и личность Прабхупада, они вот так получили посвящение, они ученики Прабхупада, они его и не видели, и Прабхупада их еще так не держал, и даже не он давал им имена, понимаете? Вот, при этом Прабхупаду уполномочил своих старших учеников действовать как вот такие, ну, как эти, ритвики, да? Слово, конечно, сейчас испохабили до невозможности, но изначально это слово обозначает просто жрец или, ну, ритуальный священник, который действует по доверенности, то есть, ему выдана доверенность, что вот он от имени Ачарьи может вот такие действия делать, поэтому это все, как бы, так сказать, авторитетно. И так получается, что если вот эту вот Чаронарену, то есть, пыль со стоп великого преданного, мы понимаем абсолютно буквально, то многие ученики Прабхупады, они ее не получили в буквальном смысле слова, они не видели этих стоп Прабхупады, тем более они их не касались, и пыли с ней не получили. И никто там, так сказать, специальным выращиванием этой пыли в какой-то там лаборатории не занимался, чтобы всем хватило, да, вот как-то там какие-то грибки выращивают, или что там что-то там еще, какие-то культуры, нет, ничего этого не было. Совершенно очевидно, что это выражение получить милость пыли со стоп великого преданного может иметь как прямое значение, так и какое-то косвенное, да. Вот, то есть, пыль, она в связи с чем вообще образуется? Человек идет по какому-то пути, да, идет по какому-то пути, ну, и там какая-то пыль, да. Вот, так вот, путь, по которому шел Прабхупада, это путь к Кришне, вот, и этот путь лежит через процесс бахты, через процесс преданного служения. Поэтому, служа наставлением великой личности, которая идет вот в этом верном направлении, мы получаем эту самую пыль, не имея, может быть, даже никакого вот непосредственного такого контакта с этой личностью, с его стопами, с какой-то там пылью и так далее. Тем более, что, по моим скромным наблюдениям, вот, стопы современных, так сказать, чистых, преданных, они надежны, всякой пыли защищены. Вот, носками, там, обувью, там, чем-то там еще. То есть, даже если захотите сильно, крайне редко это можно получить, да. То есть, совершенно очевидно, что мы можем это выражение иногда воспринимать буквально, а чаще всего для большинства людей это все, так сказать, фигурально. В смысле, мы следуем по стопам этой личности, следуем по этому пути. И вот таким образом мы получаем вот эту вот такую универсальную, что называется, пыль со стоп. Да, вот не в буквальном его смысле, а в таком более широком универсальном. Вот, то есть, совершенно очевидно, к чему я говорю, что, когда мы общаемся вот с такими личностями, вот этот вот контакт с ними, он и может дать вот эту вот лоулиам, то есть, жадность, которая квалифицирует человека не просто на бхакти, а вот именно на уттама бхакти, то есть, то, что как раз вводит его вот в эти вот три высшие расы, в этот самый эзотерический круг. Мадхури раса, Вацали раса, Сакхи раса. Вот в этом секрет, да. Вот, поэтому мы и говорим, что фактически каждый из нас получил Кришну от преданных. И мы воспринимаем преданных, как носителей Кришны. Итак, что мешает нам, так сказать, практиковать чистое преданное служение? С одной стороны, инерция нашей собственной кармы. То есть, в Кали-югу у людей, как правило, неблагоприятное рождение. Никто из нас не получил брахманического, то есть, как бы никто из нас по рождению не является двиджей дваждорожденным. То есть, мы знаем, что существует два типа дикши или посвящения. Вот один называется Вайдика дикша, то есть, ведическая дикша. Эта ведическая дикша, она давалась только двиджам, то есть, людям, которые рождены через самскары в семьях брахманов, кшатыев и вайши. Это вот три высшие класса, их называют двиджи, дваждорожденные. Почему дваждорожденные? Потому что они рождены через самскару, то есть, не только физическое рождение, но и самскары были, поэтому они двиджи. Вот, это называется Вайдика дикша, то есть, дикша, которая давалась в ведическом обществе. Сейчас, поскольку ведического общества нет, практически через самскары почти никто не рождается, значит, остается самая большая категория людей, рожденных не через самскары, называется шудра. И поэтому шудры, они не могут получить Вайдика дикшу. В ведическом обществе шудр не инициировали и не давали посвящения. Вот, если они не относятся к категории дважды. Поэтому для кальюги, когда все шудры, существует другая форма дикши, которая называется Панчаратрика дикша. Панчаратрика дикша обозначает, что то, что людям в ведической цивилизации делали до рождения и во время рождения, теперь Панчаратрика обозначает, что вот их когда поймали, тогда ему дали эту самскару. То есть, на каком этапе, ему 20 лет, 30 лет, 100, 108 лет, вот тогда он получает эту самскару. То есть, Панчаратрика обозначает, что на каком этапе жизни человек как-то с Кришной соприкоснулся и проявил какой-то серьезный интерес и определенную готовность, вот тогда он и получает это посвящение. Буквально сегодня утром слушал лекцию про упадок, где он говорил, что посвящение является, так сказать, как формой, он говорит, такого, ну, подключения. Он говорит, что вот, допустим, есть линия электропередач, и для того, чтобы вот лампочка загорелась, она должна вот к этой линии быть подсоединена. Он говорит, вот дикша, это то же самое. Он говорит, что когда человек вот к этой линии подсоединяется, хоп, лампочка загорелась. А так, плафон, значит, есть все, там этот цоколь есть, лампочка есть, хорошая, новенькая, из магазина с чеком, да, вся там такая, это самое. Вот, но вот если она на этой линии не стоит, она не горит. Она красивая, хорошая, но она не горит. Вот, то есть, он объясняет процесс посвящения, как вот способ зажать лампочку. Вот, а с другой стороны, мы должны понимать дикшу не просто как вот некую церемонию, а дикшу с ее внутренней начинкой. И внутренней начинкой дикш является шикша. Вот, допустим, я сейчас слушаю про эту серию этой лекции, Шилы Прабхупады по нектару преданности, почему я, собственно говоря, эту тему-то взял. Вот, где он говорит, что Прабхупада провел в Санатанной Госвами два месяца в Праяге, на берегу Ганги, давая ему там наставления. Вот, и это и обозначает, он дал ему посвящение. То есть, хотя не было никакой-то церемонии, там, никакой там огненной яги, там, ничего такого, он с него никакие обеты там не спрашивал, вот, никакие круги его там не обязывал читать. Вот, он просто поменял его мусульманское имя, вот, значит, дал ему ведическое имя, вот, и сказал, вот тебе служение, делай это, пиши книги о сознании Кришны, да? Вот, и Санатанной Госвами написал там Хари Бхакти Виласу, Брихат Бхагаватамри, тут, вот. Рупа Госвами тоже с ним он там отдельно занимался, Рупа Госвами вот нам подарил много чего, нектар преданности, нектар наставлений, другие там произведения тоже. Вот, то есть, мы видим, что Санатанной Госвами и Рупа Госвами зажглись, получили посвящение, безформальное дикшу, потому что Господь Читание формальную дикшу не давал никому. У него не было ни одного официального ученика, ни одного. Вот, но он дал им посвящение в знание, в знание. Вот, то есть, поэтому мы должны воспринимать дикшу не просто как формальную церемонию, а как процесс передачи духовного знания, которые и зажигают душу, собственно говоря. Когда это всё ещё сопровождается официальным посвящением и так далее, как вот, ну, делал начитые там чёткие и так далее, всё. Это, как бы, дополнительные некоторые элементы. Вот, но сутью дикши, как вот у Арджуны тоже, он там ему никакие чёткие не начитывал, имена ему не менял там, ничего. Но он его фактически посвятил духовное знание, да. Вот, и Арджуна зажёгся, да, то есть, у него появился энтузиазм там и так далее. Кстати, недавно тоже ещё одну лекцию про упады, здесь же серии слушал. Он рассказывает, как восстанавливать энтузиазм в духовной жизни. Приводит пример интересный. Он говорит, что поскольку в Кальюгу мы совершаем много ошибок, он говорит, мы несовершенны по рождению, нам не хватает культуры и так далее, можем какие-то там неосознанные оскорбления совершать, вследствие этого будет убывать энтузиазм. И он говорит, ну это у неофита такое бывает, то он горит, прям такой весь, всё, готов, то у него что-то там, как говорится, утух он, да. Он говорит, что есть простая церемония, простой способ восстановления духовного энтузиазма. Он говорит, если вы что-то потеряли в мутной воде, уронили что-то там, колечко или что-нибудь ещё такое, уронили в мутной воде, вы его не можете видеть в мутной воде, потому что вода мутная. Вам нужно дождаться, когда эта вода сядет. И когда она станет полностью прозрачной, вы увидите, что вы потеряли, и вы легко это останете. Вы не будете там шарить где-то там непонятно вслепую, где это, что это, вы просто увидите прямо, где он там блестит на дне, да, что-то там, на то, что вы потеряли. Он говорит, подобно этому, когда мы совершаем какие-то ошибки в духовной жизни, вследствие этого у нас может потеряться энтузиазм. Кришна, как бы, так сказать, шаг назад сделал немножко из нашей жизни. Он говорит, если что нужно, нужно сесть, он там, говорит, в храме, ну или перед божеством, и просто, говорит, точно повторять святое имя. Что произойдёт? Он говорит, произойдёт вот этот процесс очищения воды ума, потому что энтузиазм в нас есть. Но мы его потеряли, потому что ум замутнился, как вода, вследствие ошибок или оскорблений. Он говорит, и когда мы начинаем просто сориточно повторять святое имя, глядя на божество или в храме, то в течение времени наш ум становится опять чистым, прозрачным, и мы видим этот энтузиазм, он восстанавливается, этот энтузиазм, вновь возвращается к нам. Потому что, допустим, в Шимадбхагава там ум ещё называют таким интересным термином мано-саровора. Мано-саровора означает озеро. Мано-саровора облачает озеро ума. И это озеро, вода в нём может быть прозрачной, а может быть мутной. И когда проходят осенние дожди, то эта мутная вода, она становится прозрачной. Какой-то интересный эффект этих осенних дождей. Не знаю уж почему. И точно так же, когда мы добавляем этот ингредиент имя Кришны к элементу нашего ума, то происходит этот интересный эффект очищения, который Господь читания описал в первом стихе Шикшаштыки. Чето дарпана марджинам словами, что святое имя Господа очищает зеркало ума. Чето дарпана это означает зеркало ума, марджинам означает очищение. То есть, вот у нас сравнение ума с озером, вот у нас сравнение ума с зеркалом. Покрытое пылью зеркало, мы не видим, что там толком. Взбаламученная вода в озере, мы не видим, что там в глубине находится. Вот, и поэтому этот вот ингредиент, святое имя Кришны, он очищает либо зеркало ума, либо озеро ума, манасарова или чето дарпана, неважно какой из образов мы берем, эффект тот же самый. То есть, ум становится прозрачным, чистым. Вот, и это обозначает, что мы начинаем воспринимать все адекватно. То есть, мы способны отличать первичное от вторичного и выбирать первичное. И вот тогда этот энтузиазм восстанавливается, эта сила, сила вновь возвращается к нам. Итак, это основные идеи, которые я хотел отсветить. Ровно 48 минут прошло, одному хурту. Вот, я еще имею что сказать, но не буду сейчас. Это может быть в процессе, так сказать, у нас какого-то диалога уже возникнет. Вот, то есть, главная идея, еще раз как бы резюме определенной подведем, да, что бхакти или преданность Богу, это очень широкое понятие. Вот, отличие от того, что распространял Шила Прабхупада в целом от разных других религий, это в том, что он распространял не просто поклонение Богу, а шутха-бхакти, то есть, чистую преданность, без материальных всех этих мотивов и так далее. Вот, в то время, как мы видим, в основном, ну, такие, как это называем, такие общепринятые религии, традиционные. Они говорят тоже, естественно, конечно, о какой-то искренности, там, о чистоте и все прочее. Вот, но как-то такого вот прямо сильного акцента, вот, на полной чистоте мотивации не особо делается. В основном, вот, просто там, молись Богу, там, и обещается людям даже не духовный мир, а, ну, просто рай. Что, в принципе, вполне закономерно, да, для людей, которые хотят к Богу, но имеют материальное желание. Рай для них самое место. Вот, ну, рай является духовным миром, как мы узнаем из ведической традиции. Поэтому мы видим, что цель разная, мотивация разная, и поэтому практика, соответственно, разная. И симптомы, которые сопровождают процесс, они тоже будут немножко разными. В то время как Уттама Бхакти ставит своей целью не райские планеты, не удовлетворение своих потребностей, а удовлетворение Кришны. Вот, и поэтому подход другой, квалификация другая абсолютно, да, что люди квалифицированы для просто поклонения Богу, не квалифицированы для чистого поклонения Богу, потому что у них есть мотивация. Вот, но мотивация это явление подвижное, то есть ее можно приобрести. И сейчас главный способ, это не только то, с чем мы пришли, да, что вот я, допустим, имею некую веру в эти идеи Бхакти, и у меня есть там какая-то там, какая-то степень привязанности к материи, там, больше или меньше, это вот то, с чем я пришел. Но повышение квалификации, оно происходит именно за счет вот этого общения с теми людьми, которые имеют вот эту вот жадность, или вот эту чистую Бхакти, да, и вот вследствие этого моя квалификация может повыситься, и я могу перейти в категорию чистых преданных, то есть людей, которые уже не имеют всех этих вот примесей материальной мотивации. Вот это вот как бы, ну, резюме по сегодняшней лекции. А теперь мы можем уже вопросы и более свободное обсуждение на Харикышне. Да. Рома. Я вот хотела спросить, вы сказали о том, что можно определить квалификацию, первое, это хорошее качество, и второе, это... Развитие хорошее качество. Развитие хорошее качество. И второе, это... Это не квалификация, заметьте, это симптомы. Симптомы, да. Того, что человек практикует Уттама Бхакти. У него уходят страдания, Клеша Гни, и у него развиваются все на лучшие качества. Да, а вот по поводу страданий. Страдания в его жизни исчезают, или он просто перестает на них реагировать? Страдания, это ментальные вещи, то есть событийный ряд его жизни продолжается. Страдания, это его реакция на эти вещи. Не нужно думать, что теперь в жизни этого человека не происходит ну ничего плохого. Происходит и еще как происходит. Вот, но эти вещи, они не рождают страдания у него внутри. А как он тогда к этому относится? Как он реагирует? Ну происходит и происходит? Он это воспринимает как милость Бога. Это все. Потому что, ну, опять же, те же самые... Кто там, я не помню, кто из них, Санатана или Рупа Гусан, он сам бежал из тюрьмы, его посадили в тюрьму. Да, что он там даже взятку дал этому тюремщику, чтобы выйти. Принцип правдивости нарушил. Коррупцию, так сказать, коррупцию поощрил, дал взятку этому тюремщику, чтобы оттуда выйти. Вот, то есть, всякие события могут происходить в жизни преданного. Харидаст Хакурс, сколько раз его там лупили, да, и, в общем, ну, всяко-разно к нему относились, не очень хорошо. Вот, или, допустим, читаешь про жизнь того же Джада Бхара, ты, боже мой, что с ним там только не творили, и оскорбляли его, и все, и плевали в него. Или этот Ришабхадеф, который принял... То есть, много очень негативных событий, очень много. А при этом эти люди не страдали. Потому что уровень клеш-огни, то есть чистая приятность присутствует. Я бы хотела поточнить, что они просто не реагируют на страдания человека. Не не реагируют, а правильно реагируют. То есть, видят это в этом какой-то особый замысел Кришны, чтобы все вот эти оставшиеся привязанности, они полностью уходили. Потому что страдания приходят там, где есть привязанность. Привязанности нет, нет страдания. Это четко вещи связанные. Есть привязанность, будет страдание. Нет привязанности, не будет страдания. У всех есть какие-то родственные связи и так далее. Что-то случилось с вашим родственником. Ой, вы начинаете беспокоиться, что он там заболел или умер. Почему? Куча людей каждый день заболевает и умирает. И у нас пульс не повышается от этого. Потому что у нас нет привязанности к этим людям. А те люди, к которым у нас есть привязанности, с ними что-то происходит, мы начинаем сразу беспокоиться. Почему привязанность? А какие еще есть возможности развития хороших качеств? То есть, вот этот переход, как-то не можно усилить? Всех качества хорошие, а есть в душе. То есть, можно попытаться развивать в себе качества, ну не знаю, там изучая какой-то этикет, или там как-то вот в себя, помещая себя в какую-то определенную среду, где вот люди так себя ведут, и ты там автоматически должен так же себя вести, чтобы не быть там какой-то белой вороной. То есть, можно искусственно их пытаться привязать. Вот как это, я не знаю, знакомый с таким документом или нет, как кодекс строителя коммунизма. В советские времена была такая штука. И там было прописано, значит, какое правильное отношение или поведение должно быть у достойного человека, который строит коммунизм, какой у него кодекс, как он как все должен себя вести. Это вот человек мог, допустим, распечатать, повесить себе, читать это все, медитировать на эти качества, и вот как-то пытаться их вот как-то искусственно развить. Но обычно вот такие качества, они рождаются под давлением системы. Допустим, попадаете в какое-нибудь общество, где есть очень строгие социальные нормы. Допустим, какое-нибудь там японское, китайское общество, на формирование которого сильно повлияли такие вот вещи, как конфуцианская культура. А там очень, допустим, строгое уважение к старшим всегда, этикетам, у них даже в языке различные формы вежливости, в зависимости от того, говорите вы со старшим или с младшим. Допустим, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, если вы обращаетесь к младшему, то, значит, вы будете просить, чтобы он вам там глагол агеру подними, дай, в смысле, подними, снизу вверх. А, допустим, по отношению к старшему, будете говорить там глагол кудасару, дайте, в смысле, спустите сверху. То есть, вот я такой, а вы выше. Поэтому, когда я говорю, дайте, пожалуйста, я использую глагол, который обозначает, спустите меня сверху. А когда я обращаюсь к младшему, я говорю, дайте мне, в смысле, поднимите снизу. То есть, вот это вот, как бы, люди, которые не знакомы с этой культурой, эти языки не выучить вообще не могут. Очень тяжело. Они просто не понимают, что за культура за этим языком стоит. Понимаете, да? Если вот вы, допустим, попадаете вот в эту культуру, где вот так люди ведут себя, то, хочешь не хочешь, вы начинаете как-то там, треща мозгами, но постепенно как-то включаться во все это и как-то вот пытаться соответствовать. Может, иначе вы будете считаться просто не культурным человеком. А в таких языках, как, допустим, английский, где нет даже разницы между ты и вы, да? И дай, там, гиф, это не сверху вниз и не снизу вверх, а просто дай, ты дай, ты и вы просто дай, да? То есть, такие примитивные языки. То есть, языки слабо связаны с какой-то утонченной культурой. То есть, такие, ну, какие-то примитивные языки калиюги. Он почему стал международным английским? Потому что он упрощенный. Он упрощенный. Сложный язык, он не может стать универсальным. Понимаете? Потому что большая часть людей, она подняться не может до сложного языка. Понимаете? А вот опуститься до какого-то более упрощенного примитивника, это каждый может. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о развитии качеств, либо мы помещаем себя в среду, которая определенным образом давит на нас, и вот она, когда нас давит, формует. Понимаете, да? Как вот, допустим, там, скантималы, там, допустим, там, какие-то упражнения. Пробуйте сделать там стойку, так сказать, вот, ну, это у ипорита аса, ну, скантималы на это самое. У вас она в шею врежется, да? И потом там будут, ну, отпечатки. Вот под давлением у вас появились какие-то отпечатки. Поэтому, когда система давит на вас, она приятным образом формует вас. Но, когда вот это вот внешнее давление пропадает, человек опять возвращается к своему прошлому. Куда в мгновение ока делалась вот эта вот великая общность людей, советский народ после перестройки. Хуп! И они мгновенно куда-то все исчезли. Понимаете? Все сразу привезли каких-то бизнесменов там и так далее. Хотя до этого, говорит, спекулянт презрительно, да? Продавать просто, да это вообще торгаш, спекулянт. И вдруг из этого презрительного отношения все вдруг стали торгашами и спекулянтами. Понимаете? Все поняли, что надо купить подешевле, продать подороже. Это здорово вообще, это нормально всего. Понимаете? То есть, куда-то вдруг это внешнее давление исчезло, и качества пропали определенные. Поэтому, когда мы говорим о развитии качеств, не имеется в виду качества, которые появляются под влиянием внешнего давления. Имеется в виду качества, которые раскрываются изнутри, из души, поскольку они там уже есть, когда душу, ну, грубо говоря, бомбардируют духовной энергией. То есть, когда вот это вот покрытие души в форме ложного эго, вот этого материального ума и так далее, оно становится все тоньше, тоньше, тоньше и прозрачнее, потому что мы повторяем свету имя, поклоняемся обоцу. То есть, это вот духовная энергия, она по разным каналам приходит в нашу жизнь. Это обусловленно становится все меньше, 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 меньше. то есть факторы которые сдерживают качество души и становится все меньше и меньше и меньше и душа изнутри 1 1 1 1 как вы видели иногда может быть росток пробивает асфальт удивительное явление такой нежный росточек такой твердый асфальт бум трещина и вот я недавно видел такое явление вот то есть это обозначает что вот внутри это есть